В Киев привезли святые реликвии. Среди них иконы, подаренные монахами Сафона. Утром их встретили на речном вокзале и доставили в Киево-Печерскую Лавру. Как проходит подготовка к крестному ходу и сколько верующих ожидают завтра в столице, расскажет Юлия Жешко. Судно, на борту которого икона с частицей мощей апостола Андрея Первозванного. Сегодня утром пришвартовалось к одному из столичных причалов. После чего святыню отвезли в Киево-Печерскую Лавру. Реликвии решили переправить по воде не случайно. Таким образом, икона и мощи повторили апостольский путь. Согласно летописям, Андрей Первозванный прошел вверх по Днепру и поднялся к месту, где впоследствии появился Киев. И водрузил здесь крест. Привезли в столицу и другие реликвии. Тут есть и мощи икона, мощи святого благоверного князя Владимира, нашего охрестителя. Тут есть и мощи стопа святого апостола Андрея Первозванного, который, ввиду нашего предания, бывал на киевских пагорбах. Голова святого священномученика Климента Римского. Есть еще тут святыни, связанные с нашей церковной историей, с нашей общей историей с Афоном. Все эти реликвии будут участвовать завтра в крестном ходе и будут доступны всем верующим. Уже известно, что в шествии примут участие около 150 тысяч верующих. По словам народного депутата Вадима Новинского, никакие препятствия прихожан не остановят. А их уже на этапе подготовки немало. Крестный ход завтра состоится. Это самое важное. Несмотря на все те препятствия, которые сейчас устраиваются на всех уровнях. Ведь люди едут от сердца, ни по разнарядке, ни по какой. И тысячами записываются во всех епархиях, тысячами записываются верующие люди, чтобы приехать и показать свою сопричастность и поддержку канонической церкви. Украинская православная церковь в главе с блаженнейшим митрополитом Ануфрием. И показать свою ответственность за судьбу Украины. Потому что крестный ход о мире и согласии. Празднование начнется в час дня на Владимирской горке. Митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий проведет службу. После чего верующие направятся в Киево-Печерскую лавру. Но даже несмотря на великий праздник, политик уверен, провокации все же возможны. Со стороны тех, кто не хочет мира. То, что будут какие-то провокации, скорее всего будут со стороны различных людей, бандитствующих группировок, которым не нужен мир. Которым не нужна стабильность. Если власти нужна мир и стабильность, они должны сделать все, чтобы эти провокации предотвратить. И мне кажется, у МВД достаточной силы и средств, чтобы этого не допустить. Крестный ход он не разъединяет, он объединяет. Это молитвенное шествие. Когда люди идут, и при этом душа их молится. Едиными устами, единым сердцем. Информация о том, что верующим угрожают, а перевозчикам в регионах запрещают предоставлять людям транспорт. Поступает по сей день, говорит политик. Но даже несмотря на это, каждый год верующих приезжает все больше. Юлия Жешко и Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова